МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фингерборд появился в конце 70-х годов. Парень катал на скейтборде, но шел дождь, и он не мог в этот день катать. Но очень хотел. И он решил придумать маленькую копию скейтборда и назвал его фингерборд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На фингерборде за всю его историю никто пальцы не ломал. Максимум, заноза под ноготь – это самое неприятное. Так они различаются только шкуркой. Мягкая шкурка на фингерборде, а на скейтборде жесткая. Причем раньше, самое интересное, катали также на жестких шкурках, но пальцы стирались в кровь, об наждачку, и вот придумали мягкую шкурку. Различий, подвеска, все амортизаторы, вот эти маленькие винтики – все абсолютно то же самое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть ребята, которые скейтборд не любят, вообще не любят экстремальные виды спорта, но занимаются фингербордингом. И для них это отдельные какие-то эмоции, это отдельная своя жизнь. Ты делаешь что-то новое, ты видишь, как он вращается. То есть для тебя это какой-то свой вот такой вот мир. Я не знаю, там вот девчонки любят там рукоделием, да, каким-то заниматься, потому что им просто по душе. Вот здесь фингербординг – это приблизительно то же самое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова